Всем привет! Меня зовут Лера, и вы на канале онлайн-редактора презентации Slider.ai. Здесь много интересного о презентациях, нейросетях и других полезных сервисах. Сегодня мы поговорим о полезных сервисах для фрилансеров. И если ты работаешь на себя, обязательно досмотри это видео до конца, чтобы работать стало еще легче и проще. Кстати, не забудь подписаться на наш канал, а также поставить лайк этому видео и написать комментарий со своими впечатлениями. Ну а мы начинаем! И первый сервис на нашем списке — Notion. Здесь ты можешь ввести проекты, составлять контент-планы, как это делаем, например, мы, а также писать статьи, отправлять их заказчику. Кроме этого, здесь также есть функция работы в команде, где вы вместе можете редактировать тексты. У сервиса вообще очень много полезных функций. Например, есть уже готовые шаблоны для ваших задач, а кроме этого вы также можете создать шаблон самостоятельно. Тут можно делать буквально все. Например, контролировать поступления, создавать договора, отправлять их заказчикам и еще кучу разных действий. Если еще не пробовал, обязательно попробуй. И следующий сервис с тяжело произносимым названием — HTTPSter или HTTPSter. Это огромный архив стильных лендингов для вдохновения, отсортированных по годам и даже по месяцам. Кстати, я часто использую эту подборку для вдохновения и для поиска референсов для слайдов. Еще очень удобно отслеживать тренды в дизайне по этому архиву. Freepik. На данный момент лично для меня это самая лучшая платформа для поиска иллюстраций. Здесь куча разных трендовых иллюстраций в разных стилях. Безусловно, здесь есть и платные файлы. Но поверьте, бесплатных так много, что я всегда нахожу то, что мне нужно. Вы только посмотрите на это. Miro — это интерактивная онлайн-доска для работы над проектами. Здесь очень удобно, что все можно скидать на одну доску и уже дальше разбираться со всеми файлами и работать над проектом. Кстати, этой программой очень часто пользуются репетиторы и преподаватели, потому что очень удобно добавить все файлы, изображения, тексты, ссылки на одну доску, а потом все это транслировать во время звонка, например, в Zoom. Кроме этого, можно также делиться доской, например, с клиентами, друзьями или коллегами для того, чтобы работать вместе, не теряя ни одной минуты. Icons8 — это платформа с огромной коллекцией иллюстраций, шаблонов и всего прочего. Но я чаще всего использую Icons8 именно для поиска иконок, потому что здесь действительно много иконок в разных стилях. Также есть функция скачать иконки в SVG и PNG формате. Да, есть и платные позиции, но и бесплатных, поверьте, не меньше. WIFU2X — это платформа для улучшения качества изображений, а также увеличения их размера. Особенно будет полезно это тем, кто, например, работает над проектами, а у вашего заказчика нет изображений в хорошем качестве. Да, интерфейс платформы совершенно простой и немодный, но зато полностью бесплатный. EraseBG — часто бывает такое, что нужно удалить фон у фотографии, но делать это вручную долго и сложно. Есть куча разных сервисов, которые помогают удалить фон, и я пользовалась многими из них. Но чаще всего бывает так, что они набирают всяких разных дополнительных функций и со временем становятся платными. А вот этот как раз-таки все еще бесплатный, поэтому забирайте и пользуйтесь. Slider.ai — это онлайн-редактор презентаций с нейросетями. Здесь можно создавать слайды из уже готовых дизайнерских шаблонов. А также, не выходя из редактора, можно найти стикеры, иконки и изображения, а также другие материалы для слайдов. Также можно сгенерировать текст и изображение с помощью нейросетей. А промокод на полную версию забирайте у нас в описании. Savey — доска Pinterest только для дизайнеров. Здесь куча разных макетов и картинок, а также есть возможность составлять свои собственные доски. Да, в бесплатной версии есть не все функции, но, поверьте, их вполне хватает. Да и вообще, Savey — это самое то для того, чтобы вдохновиться или найти нужный референс для вашего проекта. Storieset — это платформа для того, чтобы создавать кастомные изображения. Здесь можно добавлять или удалять части изображений, можно их перекрашивать, добавлять дополнительные детали, а после можно будет еще их и анимировать. Да, иллюстраций может быть там и не так много, как на Freepik, но зато сколько классных и полезных функций. Telegram. Неожиданно в нашей подборке также оказался и Telegram. А все потому, что здесь куча разных каналов, где можно найти бесплатные подборки с полезными материалами, научиться новому, найти коллег по цеху и даже клиентов. И еще одна, не для всех очевидная, но очень классная функция — это создание папок внутри каналов, для того, чтобы распределять полезную информацию. GigaChat. Лично мой фаворит среди бесплатных сервисов для генерации текста с помощью искусственного интеллекта. Знаю, что у многих при создании макетов возникают проблемы с наполнением их текстом. Кто-то использует стандартную рыбу текст. Но ведь согласитесь, куда лучше макет выглядит, когда в нем настоящий живой текст по теме. А здесь не надо запариваться. Просто пишем тему и потом вставляем готовый текст в макет. FonJoy. Классный сервис для подбора шрифтовых пар. На самом деле он достаточно простой, чтобы долго сейчас про него что-то объяснять. Просто берем, двигаем пару ползунков, нажимаем кнопку и шрифтовая пара готова. Fusion Brain. После последнего обновления вполне достойный соперник для зарубежных нейросетей. Здесь можно генерить картинки в разных стилях. А если хорошо прописать запрос, то можно получить вполне предсказуемый результат. Кстати, недавно у них также появилась функция генерации видео. Да, выглядит пока это еще немного слабовато, но если нет никакой альтернативы, то тоже неплохо. Dipple. Просто лучший и самый точный переводчик с искусственным интеллектом. Здесь есть все. Удобный интерфейс, качественный перевод, большой выбор языков. И все это абсолютно бесплатно. Это были мои топ-15 полезных сервисов. Все ссылки оставляю в описании. Ну а вы обязательно пишите в комментариях, какими сервисами вы пользуетесь, а также каких из сервисов и функций вам еще не хватает. А мы обязательно соберем новые подборки. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и жать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!